Шум в СМИ, который оказался громче самого шума. Новость о том, что водители будут штрафовать за установку дополнительных динамиков и усилителей звука, о чем ранее написали в ТАСС, оказалась фейком. Как нам сообщили в ГИБДД по городу, никаких указаний они не получали. Позже информацию о штрафах опровергли в МВД. На данный момент привлечь к ответственности любителей громкой музыки и рычания можно только за нарушение закона о тишине, как было и раньше, в вечернее время, либо за незаконное внесение изменений в конструкцию машины, например, за прямотоки. Также установки различного оборудования на автомобиль, лебедок, усиленных бамперов, фаркопов. Если внесены изменения в конструкцию транспортного средства, таким несогласованные с ГИБДД, таким транспортным средством запрещено управлять, согласно правилам дорожного движения. Здесь же речь идет и о нештатных звуковых системах. Люди отдыхают так, катаются. Просто сидишь на лавочке, они проезжают, вот сидим, разговариваем, даже не слышно, вот неприятно. Ни интервью дать, ничего даже вот так. Но вас раздражает действительно? Очень даже, да. Но, как показывает практика, даже существующие штрафы мало кого пугают. В среднем это 500 рублей. В то время как установка нестандартных глушителей стоит в разы дороже. Вряд ли водитель захочет что-то менять из-за, по сути, копеечного наказания. А проблему эту можно решить лишь так, что это направить в какое-то русло. Вот люди любят тусить, громко слушать музыку. Что, даже неофициально, определите площадки в городе, где это можно делать. За городом, там, не знаю, где у нас там вертолетка, Леруа-Марлен, да хоть где. В каждом городе России, где мы были, даже вот в июне в Сочи, за городом есть площадки, где ребята собираются и тусуются. Никому не мешает. И вот эта так называемая сублимация, выплеск энергии вот этой бешеной, она там происходит. А пока главный проспект города и спальные районы в вечернее время становятся то гоночные трассы, то место музыкального захвата. И есть большие сомнения, что метод кнута, то есть штрафы, могут что-то изменить. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.